Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала! У нас декабрь, средняя полоса, и сегодня я вам хочу показать, как зимуют мои многолетние растения, мои хризантемы, мои луковичные цветы сейчас зимой в парнике. Вы мне еще осенью задавали эти вопросы, и, честно сказать, вылетело просто из головы. И вот сейчас я снимала ролик про розы, вспомнила про эти вопросы, ну и хочу вам сейчас все показать. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому давайте сейчас вместе пройдем на мой небольшой огородик и посмотрим, что же у меня там происходит в моем парнике. У нас все в снегу. Видите, я тут вчера уже заходила в парник. Так, все, засыпало снега. Наверное, сантиметров 10 был слой, но потом все стало таять. Сейчас оттепель плюс на улице. Ну, давайте заглянем в парник. Он у меня закрыт, хотя, если честно, это не очень правильно. Ну, в общем-то говоря, вот как все это дело выглядит. Вот видите, лук еще остался. Надо будет выкинуть. Ну, что? Во-первых, крот опять стал рыть. И тут даже, о господи, тут даже вон дырочка. Что с ним делать, не знаю. Мы его уже ловили-ловили, и отраву сыпали, и ловушки ставили. Что с ним только не делали, все равно он продолжает рыть. Ну, надеюсь, кошка подрастет и его поймает. Так, дальше вернемся к нашим цветам. Вот здесь у меня в ряд высажены мои хризантемы. Вот видите, одна, вторая, третья, четвертая. И вот так вот почти до самого конца. Хризантемы я выкопала еще с осени, и благополучно пересадила их все сюда в парник. Выкапывала я их с большим комом земли, и погода была такая еще теплая. Они у меня тут какие-то, видите, стали расти. Я их присыпала мульчой, ну и, собственно говоря, оставила. В таком виде они у меня и будут зимовать. Единственное, что я сделаю, это потом присыплю их снегом. Потому что если будут заморозки сильные, минус 20 и ниже, я боюсь, что вся моя красота, она просто-напросто вымерзнет. Поэтому чуть-чуть позже я все дополнительно засыплю толстым слоем снега. Ну и опять же, для почвы это будет хорошо, потому что талая вода, сами знаете, она допитает почву всеми полезными элементами. И потом мои помидорки, мои огурчики только лучше будут расти. А что касается моих луковичных, которые я сажала в кашпо. Вот здесь, видите, тоже виднеется одно большое кашпо. Сюда я сажала мускари, наверное, больше сотни луковиц. Я вам тоже показывала короткий ролик, как я все это сажала. Все свои кашпо я также закопала сюда, в теплицу. И они у меня закопаны вот так вот здесь практически, ну, наверное, вот до сих пор. Видите, виднеются края горшков. Здесь у меня растут не только мускари. Я еще сажала тюльпаны, сажала гиацинты, сажала даже лилии, сажала декоративный лук. И еще там какие-то луковичные свои пересаживала. В общем, у меня здесь такой целый микс. Все растет в разных кашпо. Я это также присыпала сверху мульчой. Ну и также, как с хризантемами, я все это дело потом засыплю слоем снега. Потому что, опять же, вот сейчас плюс. С растениями, естественно, ничего не будет. Но сильный минус, минус 20, минус 30, а у нас и такое бывает. Естественно, без снега это все может подмерзнуть. Ну а так, собственно говоря, все. Как мы видим, хризантемы прекрасно себя чувствуют. Начали расти. И это, кстати, у нас мороз был минус 15. Вот, ничего страшного. Все зелененькое. Все как-то благополучно эти заморозки перенесло. Также вам хочу показать один такой пример. Но это, знаете, это не пример, это антипример. Я ради эксперимента решила оставить розу вот так вот в горшке. Она у меня росла в парнике все лето. Я ее сначала хотела выкинуть, потом пожалела, посадила в горшок. И оставила ее расти в теплице. Потому что эта роза ужасно переносит дожди. Она становится сразу такая в крапинку. Лепесточки все скукоживаются, гниют. В общем, я хотела с ней попрощаться. Потом в последний момент решила оставить. Летом она у меня прекрасно цвела. И я поняла, что эта роза, видимо, для выращивания в ранжереях, либо в теплицах. Потому что если влага, если дожди на лепестки не попадают, она прекрасно растет и цветет. И цвет у нее, знаете, такой красивый, яркий, персиково-апельсиновый. Осенью я ее планировала положить в свои розарии. Положить ее к розам под укрытие. И вот уже даже ее взяла в руки. Хотела отнести. Но она так сильно приросла корнями, вот туда вот, к грядке. И я ее просто не стала отрывать. И просто оставила здесь на месте. Я потом хотела поставить дуги. Хотела укрыть ее двойным слоем спанбонда. И хотела потом ее засыпать так же, как и хризантемы. Но решила оставить ее как есть. Посмотреть, что же с ней будет. Перезимует она или нет. Но если заморозки будут сильные, то я сомневаюсь, конечно, что она перезимует. Но вообще, посмотрим. Это, конечно, не очень такой удачный пример. И экспериментировать я вам так ни в коем случае не советую. Особенно с теми сортами роз, которыми вы дорожите. Но для меня это будет такой опыт. Выживет, так выживет. Нет, так нет. Но зато я буду знать, можно ли так оставлять розы зимой. Просто вот в горшке, в парнике. Или нет. Но сейчас она, как вы видите, чувствует себя по ходу прекрасно. Листва зеленые. Видите, ни одного пятнышка нет. Побег у нее вот был невызревший. И он даже не почернел, не испортился. Хотя, повторюсь, морозы были минус 15. И вот представьте, все прекрасно выжило. И продолжает потихоньку жить. Ну, в общем, такая картина у меня здесь. Здесь, в парнике, в теплице. Так зимуют мои цветы. И, дорогие друзья, я хочу вас попросить. Если вы знаете, как поймать, как прогнать этого несчастного крота. Если у вас был опыт борьбы с этим животным, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Потому что, ну, мы уже перепробовали все способы. Только вот кошка осталась у нас запасным вариантом. Ну, у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. И до встречи на моем канале. Всем пока.